Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Александр Шемец. Я психолог. И сегодня поговорим про причину всех причин. Почему у одного человека что-то в жизни получается, у другого человека что-то не получается. И ошибочное понимание, что просто кому-то с чем-то повезло, а кому-то с чем-то не повезло. Это иллюзия. В этой жизни все устроено по закону. Все очень справедливо и закономерно. Просто нужно суметь увидеть причинно-следственные связи. С чего все начинается? От чего все строится? Все начинается с мыслей. Мысли приводят к формированию определенных чувств. То есть, есть такое заблуждение, что чувства первичны. Но это именно заблуждение. Первичны мысли. И то, что мы будем чувствовать, зависит от того, что мы думаем. Но здесь чуть-чуть более глубокий уровень. Иногда мы можем что-то чувствовать, и нам кажется, что мы ни о чем не думали, мы просто чувствуем. Но на самом деле за этим чувством стоят какие-то мысли неосознаваемые, которые находятся в подсознании. То есть, стоят эти самые убеждения. И вот от этих убеждений все строится. Именно от того, какие убеждения у одного человека, не просто вот здесь поверхностно, в мыслях, в голове, а в подсознании. И какие убеждения у другого человека в подсознании. У одного человека получается заработать денег, реализовать себя в любимом деле, построить счастливые взаимоотношения, воссоединиться там с желанным человеком, с близнецовым пламенем и так далее. Ну и реализовать какую-то свою мечту. У одного получается, у другого нет. И причина в их убеждениях. Это самая главная, самая основная, ключевая причина, что у людей разные убеждения. У одного человека его убеждения, которые находятся в подсознании, они либо помогают ему реализовать то, что он хочет, либо как минимум не мешают. И у него поэтому получается. У второго человека, у которого не получается, у него такие убеждения, которые мешают ему реализовать то, что он хочет. Блокируют. То есть происходит такой саботаж. Неосознанный. И у человека просто... И тут два варианта. Либо человек просто даже не может двигаться к своей цели, мечте, к построению взаимоотношений. Не может нормально с другим человеком общаться, выстраивать взаимоотношения. Искренние. Открытые, по-настоящему. Это первый вариант. Он просто даже не может туда двинуться. И второй вариант. Человек может, то есть он хочет, он может, он что-то делает, но у него не получается. И он вроде это пробует, и у него не получается, и он так пробует, а так и не получается, и не получается. В чем причина? То же самое. Блоки. Просто в первом случае блоки такие сильные, что человек туда даже двинуться не может. А во втором случае блоки такие, что человек двинуться может, но не может реализовать это. И это очень хорошая новость, потому что убеждения, которые находятся в подсознании, их можно поменять. И если мы поменяем эти убеждения, то мы не могли что-то сделать, реализовать, а потом раз и можем теперь. Не могли построить взаимоотношения, теперь можем. Не могли воссоединиться с близнецовым пламенем, а теперь можем. И разница только в том, что мы поработали с убеждением. Но не просто вот с тем, что мы здесь в мыслемешалке крутим, а с тем, что находится на уровне подсознания. Откуда берутся, как вообще попадают убеждения на уровень подсознания? Но мы сейчас в самом общем смысле разберем. Смотрите, вот ребенок родился, и начиная с самого раннего возраста, с ним начинают происходить какие-то события, ситуации. Причем пока он вообще маленький ребенок, ну и потом постарше, постарше, он, с ним скорее происходит что-то. То есть он такой, более зависимый, скажем так, от обстоятельств. И вот ребенок начинает получать этот жизненный опыт, и на фоне ситуации его жизни, у него начинают, ну он начинает делать выводы какие-то, детские, неосознанно. И выводы, которые сделал ребенок, ну и потом подросток, они становятся убеждениями, которые попадают на уровень подсознания. И если происходили в детстве какие-то там, ну, непонятные ситуации, неприятные, то на фоне них могло образоваться куча блоков. Итак, как это работает? Любую жизненную ситуацию можно рассмотреть под таким углом. Либо мы что-то хотим, но у нас не получается это реализовать, и на этом фоне у нас всплывают какие-то чувства и какие-то мысли. Либо мы даже не можем думать о том, что мы хотим о своих истинных желаниях, нас просто что-то триггерит, так сильно оттягивает энергию, чаще всего это залипание на какого-то человека, или просто какая-то стрессовая неразрешенная ситуация, которая просто висит, и ты как с гирей за плечами просто не можешь двигаться по своему пути по-нормальному, по-человечески. Свободно, легко, с радостью, с удовольствием, потому что что-то очень сильно триггерит. В обоих случаях причина, почему что-то не получается, когда хочется, и почему что-то сильно триггерит, в убеждениях, которые находятся в подсознании. И есть какие-то ситуации из жизни, с которыми это все связано. То есть наша текущая ситуация, если начать ее разбирать через подсознание, это будет отсылка к каким-то ситуациям из нашей жизни. И когда мы увидим эту взаимосвязь, и разберем это, и проделаем техники, и трансформируем убеждения, меняются убеждения, меняется состояние, меняется вибрация, и тогда у нас то, что у нас не получалось, у нас начинает получаться. Логический ум может не понимать, как там это все запаковано в подсознании. Он в принципе этого не знает, потому что в подсознании за всю жизнь такое количество опыта, такое количество ситуаций, разным ситуациям было придано разное значение, и вы просто, во-первых, все это не помните, а во-вторых, даже то, что вы помните, как соотнести, что именно взять. Девочка, допустим, была маленькая и просто играла в соседней комнате. А в этот момент маме кто-то позвонил и что-то сказал, и девочка почувствовала, она там как-то прислушалась, в общем, что-то услышала, какой-то был разговор, что-то она там поняла, что-то она не поняла, но она на фоне этого сделала какие-то такие выводы, которые сейчас ей мешают создавать счастливые взаимоотношения. Понимаете? Не то, что там у этой девочки какая-то страшная с ней ситуация произошла, и это ей создало блоки. Да, такое тоже бывает, естественно. Но даже когда в целом детство было благополучное. Вот, девочка что-то подслушала, бам, блок. И все. И логическим умом до этого никогда в жизни не дойдешь просто. Плюс ко всему, каждый человек уникален. И у каждого человека это запаковано каким-то своим особенным образом. И как я уже сказал, я заранее не знаю как. но я точно знаю, что это известно подсознанию человека. И я знаю, как помочь это достать из подсознания, и что с этим дальше сделать. кто хочет в этом разобраться, кто хочет произвести в себе изменения, кто хочет создать счастливые взаимоотношения, или просто реализовать что-то желаемое, что не получается, тоже из-за блоков. приглашаю на онлайн-консультации и в индивидуальную работу. Причем мы можем как проделывать это вместе, исследовать это вместе и трансформировать это. И точно так же я могу научить вас, и вы можете проделывать это дальше сами. Я многие техники проделывал и проделываю сам. И я сначала получил результаты сам, и потом даю это другим людям. Кому это откликается, узнать подробности, записаться на консультацию можно внизу по ссылкам в описании под этим видео. Желаю вам всем счастья, радости, любви, света, процветания, изобилия и счастливых настоящих взаимоотношений. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok